14 июня. Оттолкнись и лети. Взгляните на птиц поднебесных. Не сеют они и не жнут. В закромане собирают. Однако Отец ваш Небесный питает их. Разве не дороги вы для него много более, чем они? Матфея 6.26. Наблюдать за птицами – увлекательное занятие. Это и обучение, и отличная возможность оценить удивительную и творческую силу Бога. Каждый день в хорошую погоду мы могли наблюдать за калибри, гаечками и длинохвостыми попугаями, которые слетались к кормушкам, висящим на кленовом дереве у нас за окном. Маленькие калибри словно замирали, когда просовывали свои длинные тонкие клювики в бутылку с жидкостью, похожей на нектар. Они быстро машут крыльями со скоростью 70 раз в секунду. Удивительно, но калибри, наверное, единственная птица, которая может зависать в воздухе и летать в разные стороны. Вверх, вниз, вперед или назад. Эта птица является чудом инженерной мысли и представляет из себя лучшее воздушное судно и величайшего летчика всех времен. Главный дизайнер – бог. Превосходно смоделировал тело этой птицы, чтобы она могла выживать на земле и в небе. Несмотря на небольшой вес, она достаточно сильная и крепкая, и способна противостоять ветрам и штормам. Ее ветрозащитный покров обеспечивает изоляцию, которая препятствует проникновению дождя или снега. Если посмотреть на современные самолеты, то ученые и инженеры обеспечивают им быстрый взлет и безопасный полет в небе сложнейшими и высочайшими технологиями. Но знаешь ли ты, что орел взлетает в воздух от малейшего взмаха крыльев? Он может парить в воздухе часами и приземляется, четко контролируя процесс именно там, где он хочет. Птицы покоряют воздух мощными крыльями, которые приводят в движение крепкие мышцы. Когда они машут крыльями, их тело потребляет достаточно большое количество энергии, топлива, подобно двигателю самолета. Моторчики птиц содержат достаточно топлива, чтобы совершить длительный перелет без дозаправки. Хотя скелет средней птички весит около 200 граммов и еще столько же весит ее перья, ученые говорят, что крепость и сила их костей близка к крепости литого железа. И их скелет спроектирован идеально с точки зрения механических законов. Имея заверение в Божьей заботе, птицы могут преподать нам урок доверия. Им не нужно беспокоиться о том, что есть или куда пойти. Однако, они умеют заботиться о себе, правильно используя способности, которыми их наделил Бог. Они напоминают нам о великом Творце, который о них печется. И о нас он заботится еще больше. В конце концов, разве мы не больше значим, чем любое множество птиц? Матфея 10.31 Знаешь ли ты, что Бог заботится о каждой мелочи в твоей жизни? Так что у вас и волосы на голове все сочтены. В одном из своих драгоценных уроков наш Спаситель в следующих трогательных словах рассказал своим ученикам, как Бог заботится о своих творениях. Не пять ли малых птиц продаются за два осария? И ни одна из них не забыта у Бога. Тот, кто снисходит, чтобы замечать даже малых птиц, особым образом заботится обо всех отраслях своего дела. Свидетельство для церкви, том 4, страница 564. Молитва Дорогой Господь, ты по своей воле создал совершенных птиц. Помоги мне помнить, что ты можешь сделать меня особенным человеком, каким ты меня задумал. Аминь.